доброе утро и погнали всем привет вы кости на канале себе на чемоданах с вами я славян я сегодня вас приглашаю в новый видеоролик который будет очень насыщен нашей бытовой жизнью но он также будет многим полезным кто пойдет по нашим стопам поддерживайте лайком пишите комментарии и погнали как вы поняли я снова взял машину мамы и сегодня буду рассекать по делам осталось только разобраться как пользоваться здесь круиз-контролем наша машина до сих пор в сервисе делаю большое то ну как большое как говорится как бюджет сейчас позволяет надеюсь ее сегодня я уже заберу но это не точно в предыдущем видеоролике я рассказал про то что мы начали заниматься оформлением документов для турции чтобы там получить внж а именно нужно постелировать документы я съездил в подольский загс в итоге мне сказали что в подольске а постели не ставят ехать центральное управление которое находится на западе москвы возле рублевки собственно сейчас туда и выдвигаюсь и надеюсь у меня все получится единственное что немножко затянулись рабочие моменты я выезжаю поздновато там прием до часу потом будет прерыв на обед хотелось бы успеть до часа время сейчас уже 11 мне ехать полтора часа держи палочки обожаю синферопольское шоссе в кавычках за то что здесь есть дублер на котором сейчас я еду видите здесь идет как бы сужение в ту сторону и всегда здесь мы стоим ну и аналогично на той стороне ведь вечно километровой пробки раньше конечно такого не было потом разметку изменили и вот такая вот стала херня добро пожаловать на мкад но я думаю вот такими стоп-сигналами никого здесь не удивить здесь тоже мкад постоянно толкается мы перед ясенью вообще здесь пробка всегда так здесь в общем стоим и по причине что кого-то сбили видимо вот авария такая из серьезных как бы все останавливаются смотрят из-за этого все как-то сложно потому что дальше пробки нет вот мотоциклы стоят и тогда это подобное вот здесь что-то разбросано на этой даже стороне вот достаточно сильно перекрыта дорога мкад получается надеюсь когда я поеду обратно эта сторона уже поедет у нас настенка сейчас такой непростой период потому что в сентябре темочка пойдет в школу но он пойдет не в обычную мы это давно уже рассказывали пойдет в онлайн потому что так гораздо гораздо удобней и мы на самом деле уже решили куда мы его будем отдавать осталось нам только немножко всяких вот этих бюрократичных так называемых моментов мы давно его очень готовим на самом деле же школе он всякие проходит курсы делать всякие различные задания и сейчас я вам покажу тюмик иди сюда пожалуйста да иду ну-ка смотри какой предмет здесь лишний и почему бинокль а почему 1 только бинокль времени показывает так ну ка например вот эту расскажи какие животные ты считаешь самыми легкими и какие животные считаешь самыми тяжелыми молодец так ну ка вот это если вчера был вторник то какой день недели сегодня среда красавчик почему так темка быстро ориентируется потому что он занимается на платформе логик лайк хочешь еще задачки порешать давай на держи по разгадывать почему мы выбираем логик лайк потому что на самом деле там все так устроено как будто это игровой процесс очень удобно классно комфортно и красиво здесь можно выбрать заданию на логику математику внимание 3d мышление можно самостоятельно читать задание а можно воспринимать и больше всего плюс ко всему заниматься в логик лайк очень удобно из-за того то что ты можешь заниматься во-первых с любой точки мира где бы ты не находился а нам это очень принципиально потому что мы много путешествуем а еще ты можешь заниматься с любого устройства а так как темка совсем скоро уже будет заниматься в школе нам конечно как родителям очень важно чтобы он мог различать такие вещи правду от фейка чтобы он мог самостоятельно принимать решение чтобы он мог уже брать ответственность на себя чтобы он мог логически рассуждать и думать принимать здравые решения и все это как раз есть в логик лайки а еще в логик лайк есть именные сертификаты то есть например ваш ребенок прошел какой-то курс ему дается сертификат но я думаю вы прекрасно понимаете что когда ребенку дают какую-то грамоту он прям рад помощь когда тебе в турции давали грамоту классно было вот здесь и у тебя тоже есть эти сертификаты также логик лайк приходит на помощь когда например вы стоите в какой-то очереди вам нужно сфокусироваться на чем-то на 5 на 10 на 15 минут то вы можете ему спокойно включить логик лайк и он там будет развиваться не просто залипать в телефоне в какую-то игру а действительно развивать свою голову что конечно же очень важно ну и конечно мне как родители очень важно что там можно настроить время сколько он будет проводить за телефоном дабы не испортить его зрение но это действительно очень важный пункт еще немаловажный вопрос кто трудится над этой платформой на самом деле там собранные учителя специалисты которые имеют огромный стаж и которые каждый день трудятся над тем чтобы ваш ребенок получал знания в игровой форме если вы также как и мы хотите чтоб ваш ребенок развивался в интересной форме то ссылочку на данную платформу я оставляю в описании по моей ссылочке вы получите целых семь дней бесплатного пользования скорее переходите забирайте свои бесплатные семь дней каких колб больше правильно логик лайк учите ребенка думать молодец сегодняшняя цель номер один у меня вот здесь вот вот здание огромное огромное здание загса давайте вам покажу есть конечно с парковками тяжело но мне как всегда повезло очень быстро припарковался если вы также с московской области вам нужно будет делать и постели то здесь есть центральный вход вот она крутилка нам нужно вот это вот крайняя дверь в этом большом здании здесь кстати табличка есть для того чтобы нам постелировали нам нужно оплатить а для этого мы берем вот эти купюры хотя нет нет вот эти идем оплачивать вообще если вы приедете оплачивать можно оплачивать и карты в принципе разницы нет терминал есть это это но единственное знать что за каждый чек вам нужно будет доплатить еще комиссию 50 рублей на каждый документ оплачивается отдельно и на каждый документ выдается свой чек стоимость 2500 почему изначально показал две пятерки потому что нам нужно сделать 4 а постели соответственно это три свидетельства рождения и одно заключение о браке каждый документ стоит 2500 но учитывая то что мирончик рождался в краснодарском крае ему свидетельство рождения выдавали в краснодаре соответственно я постелировать нужно в краснодаре можно сделать чуть по-другому приехать тот же подольск и заменить это свидетельство на подольской сделать дубликат вот и собственно приехать сюда с ним мы решили так не делать все равно в сторону турции ехать через краснодар у нас есть некий план поэтому заедем и сделаем после того как вы оплатили госпошлину все это дело сдали в окошко то есть документы паспорт ждете буквально минут пять-десять они все это дело оформляет и вам дают вот такую вот записи ульку о том то что через пять дней вам нужно сюда явиться и получить уже непосредственно а по стиле как выглядят эти а по стиле я покажу вам в следующем видеоролике не забудьте подписаться нажать на колокольчик чтобы ничего не пропустить в такую жару красава парни мороженое продают сейчас будем покупать это знаете как из раздела было бы желание в такую жару на все они свыше 30 градусов мороженое идеально замороженная вафельный рожочек еще поем подольский здесь есть госпиталь военный а возле госпиталя продают резину за которую я говорил в предыдущем видеоролике что нам нужно поменять резину вот приехал сюда решил купить бушную посмотрел что здесь есть поблизости и вот здесь именно здесь нашел по резине резину забрал и как же кайфую когда продают вот такие вещи бушные в таком кайфовом состоянии пусть она уже поношенная поеженая но отношение в каком состоянии он продает сейчас покажу а теперь вот давайте покажу во первых понятное дело пакетики все супер посмотрите какая чистая резина вообще просто рукой водишь все красота все помыто все офигенное ну вроде мягкая нормальная принципе протекторы еще миллиметра 4 думала все от души хватит покататься все теперь надо как лет переправить сейчас основная задача это заехать на рыночек купить овощей настенка просила она там ужин готовит я потом поеду за мамулькой забираю ее и потом вместе едем в сервис собираем нашу машину как всегда сходил за хлебом целый пакетики удивляет меня очень история что у нас такие плантации персиков в крыму на таманском полуострове а в магазине этих персиков не купишь обидно просто что выгоняешь давай 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 вот так вот сходу вместо привет стоим здесь на светофоре я такой чикс голову поворачивает крым я увидел слово крым как охота на море все приехали он там висит висит уже сейчас будем резину вытаскивать да 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 детский тоже скоро менять наверное еще одна замена колодок нужно будет заменить это вот это дашь руб а это ты говоришь все жестко да было вот она дай дана сам сейчас в общем меняет резину вот первое колесо уже это наверное можно выкидывать это наверное все же можно выкинуть а потом будем изгонять на этот развал здесь я все обслуживал суппорта обслуживающим просто барика лодки новые вот опередок сейчас еще одна замена же не берите все нужно будет менять ура как же я соскучился за моей малых и сейчас осталось сделать только развал разъезжает на развальчик теперь для ли наконец-то сделанная но не полностью конечно но уже по красоте развальчик готов здесь тоже не так шут видел на коме темный вообще ни хрен пойми как вас на определяется все выезжаем сервисы ребятки я обязательно в описании оставил контакт жени если вам нужна работа в сервисе либо вы хотите обслужить классно свою машину то пишите ему я поехал какой был сегодня крутой закат я пропустил а вот это закат был вчера из квартиры снимал сюда москву приехал мой двоюродный брательнике счет и в полном семействе естественно я уже писал про эту статью точнее не про это а про на штор дамские пальчики которые делать мама всегда когда мы собирались все детство а мама всегда пекла естественно он приехал и говорит тетя оль на дамские пальчики завтра он приедет к нам а вы увидите сейчас это чуть позже как же я сегодня устал надо срочно поспать и ворваться в новый день спок как Завтрак это очень важно. Нет, мы не отправляемся в путешествие, мы просто решили чемодан убрать в машину, потому что сегодня приедут гости. Здесь много гостей. После того, что с утра нужно обязательно проверить масло. Масло в норме, поехали. А приехали мы погулять в парк Дубровицы. Здесь так красиво, здесь шикарнейший собор. Да, самое-самое любимое. Это просто прям топчик. Сейчас вам покажем. Здесь поднимем дрон, полетаем. Хотели, конечно, показать вам красоту этой церкви, но его, к сожалению, не покажем, потому что там все закрыто на реконструкцию. Посмотрим чуть попозже с воздуха, как там. Здесь течет река, река Пахра, она соединяется с рекой Десна. Сейчас покажу вам стык. Мальчишки с собой взяли катер позапускать, возможно, получится. На самом деле она очень сильно мелкая и вся вот такая заросшая. Вот, представляете, идем, и Настенька говорит, славян говорит, посмотри, посмотри на деревья. Вот вы посмотрите, они лысые. А вот там вот впереди, посмотрите, лес, и листочки деревьев уже начинают желтееть. Это говорит о том, что впереди уже осень, вроде только середина августа, но уже все желтеет. Вот она, красавица. Посмотрите, какая она красивая. Здесь поле, здесь по выходным всегда очень много людей, кто чем занимается. Здесь вроде как должно пройти какое-то мероприятие в ближайшие выходные, по-моему. Люди загорают, видите? Вот тут течет река Десна, здесь Пахра, там они соединяются. Сейчас дойдем. Есть такой сервис, называется Суточно.ру. Мы постоянно его мониторим, когда снимаем жилье. Чем он уникален? Тем, что они взяли, скопировали все с IronBnB, то есть всех пользователей, кто был раньше на той площадке, они взяли и вставили в свою. Все отзывы, статусы суперхозяинов, там это все есть. Удобные фильтры, качественная сортировка, проверенное жилье, соответствующие фотографии. Ссылочку на этот сервис я оставляю также в описании. Обязательно пользуйтесь. Видите, сколько уточек. Плывут. Вот, собственно, река Десна. Вот она, да, течет. Вон опять уточки сидят. Все, правда, такое зеленое, вообще не было такой воды. Видимо, остальные реки очень грязные. И вот островок, здесь как бы вот они соединяются. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. А зимой это место превращается в снежное развлечение. То есть вот с этих вот горок катаются вот ружки и едут, едут, едут прямо вот до самой реки. Мы тоже здесь неоднократно оторвались, катались. Конечно, это отчасти опасно, но я думаю, что адреналин дело такое. Вот здесь уже на выходе есть лесенка. И такой, смотрите, небольшой пирсик. Так вот, здесь уже поглубже. Ну и детворе можно прям купаться смело, я думаю. Рыбы очень много. Поглядите. Рыбачить было бы, конечно, было бы. Ну и заход, собственно, можно зайти. Заехали на рынок. Мы когда здесь жили, всегда покупали вот здесь, вот прямо вот тут. Вот потихоньку набираем, и Настенька пошла выбирать арбуз. Он говорит, я сейчас вам выберу самый-самый вкусный. Вон, смотрите, как много. Даже так, прям. Ох, ел, Стюшки. Без косточек еще. Настюша, пробуй. Бери, на Сене. Я разделил. Ну? Вот столько всего мы купили. Сейчас здесь появятся цены. Приценивайтесь, кому это дело интересно. Но наша любимая рубрика. Это купили на обед. Вот это вот все мы купили на ужин. Коль гостей ждем. Персики крымские. Не знаю, насколько они действительно крымские. Попробуем. Ребрышки взяли на ужин. Тоже будем готовить. То, что надо. Мы вот вечерочком прогуливаемся. А сейчас уже приедут вся наша родня. Ну, как вся? Ну, достаточно большая. Сейчас все увидите. Вот. Это мой двоюродный брат с четы. Мой крестный. Моя мама, родной брат. Ну и Серега. Он со своим всем семейством. Уже подъезжают. Вот он, дядя Олег, он подъехал. Да. Привет. Да, ты откуда меня знаешь? Ах, Серега. Здорово. Здорово, мужичок. Конечно. Привет. 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 Здорово, мужик. Как ты выброс? Я досчитала, сколько Сашки. Данька, где вы? Я вот так прикинула. Думаю, какая разница, да? Вытащим вещи. Совсем большие. А что, пусть они отсюда? Так ты им здесь дверь открой. Ну, я пошел. Пусть посыпется все. Мы тут, короче, дорогу перекрыли. Привет. Привет, Даня. Данька, здорово. 100 лет. Привет. Какие вы взрослые стали вообще. Привет, Даня. Вот это шалман. Заходи. На тебя прыгать иди как. Привет, мой дорогой. Привет. Да я не узнал квартиру. Ну, точно это? А ты у нас здесь не был? Нет, я был. У меня в туалете у вас тряпочка. А у нас Сашки. Оля, ты в туалете тряпочка. Где моя красавица? Привет. Привет, как я рад тебя видеть. Оля. Привет. Оля, в туалете тряпочку. Так, следующий по совершенству. Привет. Будем знакомить, знакомить. Скажи, пожалуйста, Данька приехала? Да, Данька здесь. Они уже все, они уже едят. Так. А потом идут сюда. Здесь уже готово. Здесь даже немножко. Вау. Видали, как говорится? Пришлось немножко подогревать, потому что все-таки Москва. Ребята едут по Чтински. Думают, за 10 минут доедут. Нет. Вот такая красота у нас получилась. Так, ладно, вытаскиваем. Нас настолько много, вы сами видели, что дети будут кушать все здесь, а взрослые в зале. Та-дам. Та-дам. Фермулечки пошли. Та-дам. В общем, молодежь даже не знает, что это за торт. Они еще не едут. Ну, а сейчас попробуй. Ну, ставь на дно. Это клерит, а шоколад это Аленка. Нет, нет. Это был прекрасный вечер. Мы много лет не виделись и вот так вот собрались. И я хочу сказать больше, что это не полный состав семьи моего креста, ну, то есть маминого брата. Если мы бы собрались бы здесь всей роднёй, квартира бы точно всех не вместила. У нас, наверное, человек 30. Я даже перечитать не смогу. Я буду с вами прощаться. Как вам выпуск? Пишите комментарии. Пока. Пишите комментарии.